Писать новый устав, хотя можно назвать это редакцией. Почему? Давайте конкретно говорить тогда, если на то пошло. То, что мы сейчас собрались, это первое, что мы делаем, пытаемся легитимно. С этого я и начал. Вопрос номер два. Конференция 25 декабря нелегитимна по уставу действующему. Потому что она, как внеочередная была декларирована, она собиралась просто. Хотя внеочередная собирается по вполне определенным принципам. Должно быть больше половины. Далее. Если читать тот устав, то членами вот здесь, этой федерации, или как это, межрегиональной шаговной федерации, ассоциации, как она называется у нас, могут быть только юридические лица, которые направляют своих представителей. Председатель точно так же должен быть из числа членов. Значит, председатель у нас должен быть юридическое лицо, считайте, там будет один из, кто будет внимательный. Кстати, в большом счете, кажется, это абсурд, но может не абсурд. Это по принципу Европейского Союза, где там сегодня Бельгии делегировали, завтра это сам. Так можно делать и у нас. Чтобы поручили председательство, условно, Костромской Федерации, и представитель ее исполняет обязанности председателя. Сейчас утвердили положение. Ну, поторопились, я даже догадываюсь, почему, сундали. Утверждать положение по нашему уставу может только президент. Так, видишь, мы сегодня и сейчас. Но у нас этот устав выпущен в райцах. Васильевич может ответить, я вам заявить, что он не будет отвечать. По детскому СФО в городе Белгород. Стоп, стоп, подождите. Я просто говорю, несоответствие устава, несоответствие уставу, мы сегодня здесь действуем по тому уставу, который есть. Вот я вам называю те вопросы, по которым можно сейчас расходиться. Мы все действуем не так. Поэтому этот устав не просто надо редактировать, а практически менять. Но опять это сделал господин Афрамеев вкупе с Липецкой, как с этой организацией, как я говорю, там у нас говорили, когда Липецкий устав был прилично написан, за него тогда проголосовали. Мы могли действовать в том уставе спокойно. Но опять, конъюнктурный требование потребовалось убрать Липецкую Федерацию, сделали, значит, там был нормальный устав, действуем по этому. Так вот я-то сейчас и говорю, если мы действуем по этому уставу, а мы действуем по нему, то он безобразен. И ни одно наше решение, которое было принято до этого, нелегитимо. И если эти вопросы мы не будем сейчас рассматривать, я этого хотел вынести еще более для вопроса разное, то можно подавать и в суд, если кто-то хочет на какую-то, на Российскую Федерацию, то, что она утвердила, тот устав поддерживает СССР сейчас. Значит, на господина Афрамеева, который избран нелегитимно, даже если бы принимать то, что было в суд, то есть не в суд или в Туре, 2-3 голосов по нему может быть, 3 минуты засекаете? Время, время. Ну давайте, если мы устав сейчас примем, примем редакционную комиссию за 3 минуты, потом этот устав еще за 3 минуты, то можно разойтись и потом, ну за 3 месяца там, какая разница, потом можно вообще не собираться. Нет, ну от того, что мы сейчас поговорим, новая редакция устава не будет. Нет, надо выбирать серьезную комиссию, то есть давайте, если говорить одно, я говорю о Владимирской Федерации. Владимирская Федерация сейчас готова, если там меня попрекали на сайте, что я не готов был, сейчас я готов за разработку устава, или, как сказать, ну будем называть так, редакции того устава. Естественно, я не один буду действовать, это будут привлечены юристы и прочее. И сейчас я готов выслушивать предложение, должна появиться какая-то сначала полванка, потом она, ну должен быть механизм, может, тут еще придумать не надо, все есть.